Сказание Ярославии. Легенда о Синем Камне. На берегу Плещева озера вблизи города Переслава-Залезки и на юге Ярославской области лежит гранитный валун сыроватого цвета и зовется он Синим Камнем. Согласно длиннерусским предсказаниям, в этом камне живет дух, исполняющий мечты и желания. В начале XVII века церковь вступила в борьбу с языческой религией. Икон Переславской Семеновской церкви Ануфрий велел выкопать большую яму и скинуть в нее Синь Камень. Но через несколько лет валун загадочным образом выглянул из-под земли. И через 150 лет церковные власти Переславля-Залезкова решили заложить волшебный камень в основании фундамента местной колокольни. Камень погрузили на сани и повезли по льду Плещева озера. Лед проломился и Синь Камень затонул на глубине 5 метров. Через полвека он оказался на берегу у подножия Ярилиной горы, где и лежит до сих пор. Сотни людей едут в Переславль на берег Плещева озера, потому что верят. Обладающий магической силой Синь Камень исполняет желание и исцеляет от недугов. Чтобы желание сбылось, нужно задобрить чудодейственный валун, поднести ему дар, угощение или монетку. Замок Понизовкиных. Берег Волги, 30 километров от Ярославля. Поселок городского типа. И вдруг, нет, не галлюцинация, это действительно замок. Огромный, причудливый, мрачный и грустный несуратный своей готической роскоши. Сюда бы классическую русскую усадьбу с колоннами, флигелем и мезонимом, с вершневым садом и босоногими селянками. А тут башня с бойницами, островерхие крыши, галереи и балкончики. Вот такое заморское чудо построил русский архитектор по фамилии Лермонтов. Построил перед Первой мировой войной для Ярославского купца с простонародной фамилией Понизовкин. И для его молодой жены, чье имя столь же экзотично, как и сам замок – Розы Бурсиан. Картина выглядела так. Богач женился на слепительно красивой француженке по имени Роза. И для нее, чтоб по родине не тосковала, выстроил не обычную усадьбу, а дворец с башнями. Роза родила Никите Андреевичу дочь Татьяну и сына Андрея. Не так и не успела пожить в своем готическом дворце. Едва замок подвели под крышу, супруги развелись и поделили детей. Брак был расторгнут. После развода Никита отдался работе и три года умножал свои капиталы. А потом пришли красные, и настал конец благополучия ярославского капиталиста. Товский женский монастырь. По преданию, ростовский епископ Трифон, объезжая владение епархией, остановился на ночлег у берега Волги. В ночь епископ проснулся и увидел на другом берегу огненный столб и ведущий к нему мост через реку. Взяв свою трость, священник пошел к нему и увидел образ Божьей Матери. Трифон долго молился о чудесном явлении и под утро вернулся к месту ночлега. Проснувшись, сопровождающие его верующие обнаружили пропажу посоха. Епископ рассказал об увиденном ночью за Волгой. Перебравшись за реку, сопровождающие священника люди обнаружили на том месте икону Товской Божьей Матери и посох епископа. На месте чудесного явления иконы был основан Товский монастырь. Тайная усадьба Мусиных Пушкиных. В начале 20 века Мусины и Пушкины были самыми крупными землевладельцами Ярославской губернии, дворянской усадьбе Барсоглеб. Усадьба находилась на территории нынешнего Рыбинского водохранилища. До данного момента является утраченной и затопленной. Местные жители рассказывают, что на месте, где находится поместье графа Мусина Пушкина, был зарыт клад, который теперь покоится на дне Рыбинского моря. А в летние дни по вечерам можно увидеть образ графини Эмилии, которая умерла в своей усадьбе от Тифа. Местные жители говорят, что появление призрака графини является событием не случайным. Дело в том, что Эмилия заразилась Тифом от своих крепостных, которым привезла медикаменты во время эпидемии болезни. До своей смерти она старалась сделать жизнь крестьян как можно лучше. Строила для них школы, медицинские учреждения, устраивала на работу и защищала бедных и угнетенных. От крестьян Эмилия получила имя Борисоглебский ангел. С тех пор она считается хранительницей этих мест, ее появление связано с волнением о будущем предков. Субтитры создавал DimaTorzok